Быстрее только заходите. Через порог перешагивай. Тихо, тихо, тихо. Смертно. Сразу защелкнул. Значит, что? Закройте. Вот так за хвостом ходит. Глаза совсем какая-то. Перепрокидывает ее. Я сейчас посмотрел в интернете. Все сходится. Но она новых людей боится. Может убежать. Подожди, подожди, подожди. До того пугливая она и была пугливая. Постой, постой. Клади он туда. Там валенки сейчас вам дам. Подожди, подожди. Вот это домашние, нет? Нет, это уличные. А вон тапочки. Иначе тапочки есть. Вон тапочки оденьте. Подожди, что ты так бесишь? Ну подожди. Она очень пугливая. Чужих людей-то никогда не видела. Так, на ту, на красную, уже тряпку не наступайте на половичок. А то улица считается. Она спрячется, ее не достанешь. Сначала осмотри ее. Подожди, подожди, давай. Ну, глаза-то какие-то стали, да? Да, я вижу, вижу. Правое ухо. Мы его отмочили. А я сначала не понял, что ухи-то. Мне кажется, из уха текло. Это застыло. Вот. Мы ее отмочили угол. Вот это горяченькой водой, теплой. Бедная моя девочка. Это ничего, это ничего. Об этом нет ничего. Так. Смотрим. Мы это прочитали сейчас. И там он говорит в ролике. Все сходится. Так. Вы ее маленечко придерживайте. Я ей лапки пощупаю. Давай. Вот так, на боку. Она сегодня вот так вот ходит, падает. Подожди, подожди. Можно перевернуть так. Тихо, тихо. Подожди, подожди, моя хорошенькая. Подожди. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Подожди, подожди. Паля, 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 подожди. Паленька, мне твои ножки пустят. Паля, она совершенно не чужих людей не видела никогда. Она от них прямо не своя. Видишь, как ее коса бочит. И она бежит, а так падает, об стенку ударяется. Паля, Паля, хорошо. Ноги у нее совершенно нормальные. Так, давайте. Сегодня-то она особенно, особенно сегодня. На месте начала крутиться. Смотри, чтобы не укусила. Паля хорошая. Паля замечательная. Мы ухо ее отмачивали вдвоем. Вчера я помаленьку выбрал из нее. Так, ну-ка сейчас вот отпустите. Только смотрим, чтобы не убежала. Отпустите, посмотрим, как ходит. Она убежит, не достать ее под койку сразу. Нам не достать ее. Она как будто ничего не видит. Она оглядывается на кого-то все. Сегодня с утра она начала так. Кушает как? Часы не раздается. Смотри, зачем-то положила-то. Кушает-то как? А? Как ест? Кушает как? Хорошо? Ну, я давал ей специальное мясо. Утром-то ел, а сейчас уже не ест. Может быть, не хочет. Так, доставай. Она недавно воды попила. Воду пья хорошо? Ты понимаешь, какая болезнь-то я говорю? Какая болезнь-то? Я поняла, поняла. Это считает какие-то клещи, которые у мужского пола больше, эти меньше там. Я поняла, поняла. Ну, я думаю, это не совсем то. А? Не совсем то думаю. Не совсем то, но все сходится. Их что, она кружится за хвостом? И стукается об стенку и падает на сторону. Все сходится. Прямо как будто он с нашей этой. Ну, и там говорит, что целая серия этих лекарств какие-то. Подожди. Мы взяли антибиотики? Да. Взяли антибиотики. А у вас кошка есть дома? Ой. Есть. Дети принесли. Так, теперь скажи. Вот у меня внизу голуби там. Ну, я закрываю вот эту коробку-то, а не там на ночь-то. И она у меня тут спала. Под ней подстилка не могла? Нет. Нет. Дело в том, что я про это не прочитал. Нет, переносят кошки. А кошки она только своей. Ну, вот какая-то кошка гуляла на улице где-то с котом. Ни одна не ходит. У нас на улице не ходит, ни одна кошка. Второе ухо чистое. Поэтому у меня в сомнении. Обычно, если клещ поражает, то он поражает оба уха. Не знаю тогда. Мы сейчас обработаем перекисью водорода. Ну, давай. Если там где-то гной, он выберет, вычистит. Ну, что-то у нее серьезнее. У нее глаза потускли, и она как будто ничего не видит. У нее болевой синдром. Глаза, ржачки расширены, ее маленько потрясло. Болевой синдром. Идет воспаление. От воспаления я взяла антибиотики. Так, теперь скажи, конечно, результат какой. Можно прежде вернуться в состояние? Я надеюсь. Пока ничего сказать не могу. Мы молимся, как Бог да. Подожди. Это она у меня корягнула там. Да, корягнула хорошо. Так, раз, два. Ну, дежинство не может быть. Еще один у тебя. А! Нет. Нет. Вот этот еще и это. Это точно не дежинство. Оно отрывание поставит. Надо бы дня три хотя бы поставить. Не знаю. Я не умею. Вот этот антибиотик. Понимаешь, что я подумал? Ну ладно. Только то она меня признает. Давай. Вот этот антибиотик надо будет в воду добавлять. Еду, в воду. А ты захватила? Ты еще была у нас в лагере-то, нет? Нет, я не смогла. А, ты не знаешь. Она училась уже. Ну, ну, ну. Подожди, Паля. Паля, подожди. Игнатий Тихонович, ее бы чем-нибудь связать. Ушки сейчас промывать буду. Ой, будет возмущаться. Не дастся ведь, а? Надо сейчас подержать ее, рукавицы надеть. Володя, я сейчас рукавицы возьму. Так, просто так. Подержи. Смотри, чтобы не ухаря была. Давай, я подержу, мам. Потихоньку. Не разговаривай только. Может, вам перчатки дать? Да мне перчатки. Ты возьми себе перчатки. Давай, иди. Ты-то лучше. У вас руки трясти будете. Да ладно, ладно. Паля хорошая, у меня хорошая кошечка. Подожди, ты-ка, проглоти ее. Паля хорошая. От меня еще собак это пахнет, а у нас собака еще дома. Ну, ладно. Вот он взял, иди. Может, вам дай. Советую, что делать. Только не выпусти ее, иначе не достать ее тогда. Володя, бери, не выпусти ее, не бойся. Коля, 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 Коля. Так, ты ее держи так, надо куда-то ее положить. Давай. Куда, куда? На стул, на стул, не на постель. У нас еще бумажка, тряпка есть? Вот на этой нет. Маленькое место, а? Маленькое место, а? Еще бы тряпочку какую-нибудь. Володя, только не выпусти ее. Ее не поймать тогда, не найти. Что надо сделать? Еще бы тряпка, сейчас из уха бежать у нее будет. Промоем. Если есть там гной, он пробьется. Еще газеты постелить? Тряпку бы желательно. А какую тряпку? Из уха сейчас бежать будет? Мам, может... Ну, где-то, у нас даже ничего нету, живем так. Давай. Сюда. В ухе протирать. Сейчас протрем ушко. Да, я бы мог это дело сделать. Так, а ну-ка, вот это развяжи. Тут медицинский какой-то. Там есть, наверное, все. Сейчас мы как захватили. Давайте тоже вам перекисью водоромой. А? Перекисью водоромой. Не надо. Так, там вытащи, вытащи там все. Там что-то есть. Не надо вот это? Есть. Вот, для ушей. Так, нет, там, вот, может быть, маржа есть. Ватка. Вот ватка, вытащи здесь. Вот ватку вытащи. Да. Погляди. Давай. Ну, да, вот это. Вот, давай. Ну, все, давай, вожи ее. Правая ушка. Так, теперь на нож, если возьми, а оторвать-то надо. Подожди-ка. У меня есть ножницы. Ну, давай, отрезай. Держи ее. Сколько она? А, вот тут. Володя, только не выпусти. Вот, 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 вот это вышло. Вот она, какое дело-то. Девочка, ну, а тебе сейчас ее спать в кирпич. Держишь? Так вот, прижми, чтобы вот так вот немножко, да. Смотри, только, если она себя руку не посетит, чтобы она не укусила тебя. Прям в ухо надо, да? Прям в ухо надо. Вот, так вот она будет. Паля-паля хорошая. Она голос мой знает. Мы с ней дружим. Вон как. Что это? Клеща? Нет, это не клещ. Клещ он такой серый. Жалко нам так. До того умная кошонка. У меня это сгустки еще кровей были. Бежал и гной, и сгустки, и все, видишь, цукается. Но не клещ. А теперь кисей там не пережжет перепонки? Нет, не пережжет. Ну, делай там, ладом. Она слабенькая, но трехпроцентная. Так ты что нам говоришь, чтобы мы это делали сами? Тихо, тихо, тихо. Знаю, моя радость. А уколы не надо делать ей? Сделаем уколы. Один раз? Не протри ей ухо только. Нет, нет, я осторожненько. Лися нет. Нет, лися. Она падала у вас, да? Нет. Нет, она вот из этой коробки, вот смотри, прыгнула сюда. Вот на стул. На тряпки. Падала этого нигде она не падала. Она вообще очень лобкая. Она голову склоняла и крутилась вот так вот на месте. Так. Сегодня утром она еще более-менее была. А вот к обеду ближе, она прям какие-то глаза ненормальные стали. Зачки расширились. Вон она, смотри. Болевая рефлексия идет воспаление. Это не клещик. Сейчас ты много дала этой тряпочек-то. Зачем столько? Одна, одна она была. Да, ну, в один арку возьми, дашь, что не хватит. Отрежь. Это лишнее. Подойди. Подойди, возьми сама. Матерь некуда. Отрежь. Оставь только то, что есть. А потом выбросить. Вот так вот. Вот. Все. Отрезай. Зачем же так? Ну, все, моя радость. Вот уже, Санта, шею. Больше там ничего нету. Очень похоже, чтобы это как будто травма. Паля, паля, хорошая паля. Паля замечательная. Не знаю. Как будто вот она прыгнула и голова ударилась. Такое ощущение, что где-то прыгнула и головой ударилась. Да, головой она сейчас идет и стукается. Головой она нигде не ударяется. Ну, как сказать, нигде-то. Вот это называется болевой синдром. Когда у кошки больно сильно, у нее вот так вот расширяются глаза. У нее бегает глаза. Не стагма, да. А где больно-то? В самой голове больно? Она не скажет. Нет, я понимаю. Откуда же это могло быть? Кошки у нас нигде не бывает на улице. А эти клещи без кошек могут где-то отдельно жить? Нет, они только у кошек, у собак. Нет, ну, допустим, у нас к подполом кошки оправляются. Там они не может быть там... Нет. Нет. А кошки у нас мы не пускаем никуда. Растворять в воде по одной таблетке. Чем чаще, тем лучше. А как она будет пить? Она не будет пить? Ну, может. А как? Рот развивать и толкать? Ну, пить-то захочет, а она безвкусная. Она не горькая, она будет, если пить воду, то она безвкусная, она будет ее пить. Ну, нам легче ее связать и в рот налить. Сегодня мы поставим, завтра Иванушка подбежит. Да подожди, что ты оставишь-то тут? Это укол делать? Укол. Ну, учи как. Ну, что, ты пенецелин, что ли? Нет, гентомицин, он помощнее. Он проникает через гемоэнцефалолизм, точнее говоря. Он проникает и при... Ой, вот болею, ничего не соображаю. Извините. Короче говоря, при воспалении, если есть воспаление, он проникает глубоко, гентомицин. Он работает широко. А вот это лекарство как-то ее там выгонит или как? Оно должно справиться, потому что даже при воспалении... Ну, молодая, и в 8 месяцах нет еще. Ну, мы попробуем. Мы попробуем. О, сколько у тебя их? И сколько это стоит? А он самый дешевый. Сколько? 33 рубля. О, я тебе 100 дам. Спасибо. Так, ты пока не сиди, набери пироцетам. Какой? 5 мл? 5 мл. Где у нас 5 мл? Найди пироцетам. А, вон, 5 граммовый. Набери. Ну, да, не скажу. Вот она у нас с коробки спала, и вот утром у нее началось вот это. В коробке вот этой спала. Вот она с улей, вот это мы все спали. Ну, видишь, сразу вы не посмотрели, а сейчас они уже все симптомы сглажены. Она придумала вот эти вот шприцов, вот эти вот... Надпись «Покажи» этого лекарства. Поверни там мне. Пироцетам. Есть немножечко. Пироцетам, вон, позволит хорошей сосудой, позволит заработать мозгам. Позволит проникнуть в препаратов как можно глубже. Этот препарат проходит через все барьеры. Это антибиотик. Почему беременным нельзя, что дети могут родиться. Так, ну я за приезд отдам ей 200 рублей, на. Спаси Христос. Стекляшку на стол положи, околопию, это клавиатуры. Мам, дай, пожалуйста, ножик. А, не надо. А что, у тебя этого нет? Так, держи, Володя. А куда, может быть, день у тебя калашею сделать? В мышцу. Это гентомицин, это антибиотик. Он очень болезненный, она будет дергаться. Господи, благослови. Держать надо быть, да, ее? Да. Ты сама-то... То есть отпускать нельзя. Крохо там, я разборачиваюсь, где у вас нет, интересно. А мы сегодня в город поехали. По делам получилось, срочно пришлось ехать. Хотел вам позвонить, а вы сами позвонили. Ну, что моя радость. Еще? Еще рано. Готов? Ну, что, в город-то съездили, не зря? Да к вам поехали сразу, потом тогда заедем. Да хочу ты, а вот это что она делает? Это другое лекарство, что ли? Это другое. А какое нам... А, антибиотик. Да, извините. Сосудорасширяющий для улучшения работы. Хорошо, а ты это что, второе-то не делаешь? Сейчас все сделаем. Ты-то подробно написать надо будет, а то мы не так сделаем. Все. Ты сколько училась-то? Восемь лет. Ой-ой-ой. А сейчас где работаешь? Сейчас я дома сижу. Ну да, дома. Ну, а работала до последу-то. Птицефабрика Комсомольская. А сколько у вас там птиц? Ну, по-моему, полтора миллиона. Сейчас уже не помню. Где-то в районе полутора миллиона птиц. Миллион яйца в день давали. Значит, взрослого стада больше миллиона. И молодняк. Так миллион их это не сосчитаешь за неделю яйца-то. Так, одну лапку мне нужно. Держи, Володя. Так. Ножнички. Это в каком месте? Смотри, Володя. Ой, Еня. Там выстричь надо, да? Да. Еня, держи. Давай я подниму где-то. Держи ножку. Вам надо подальше отойти? Ну ладно, немножко так, чуть-чуть. Прости, моя родная, надо. Много-то не надо, а то она... Да нечуть, чуть-чуть. Смотри, не задеть тело. Тело, тело. Тело, тело. Постой, постой. Смотри, Руба. Держи, Володя. Тихо, тихо, тихо. Паля, 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 Паля. Паля, 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 Паля хорошая. Так, руки ото рта у кошки убрали. Паля, Паля, не бойся. Взял, нет? Вкладку кожи прямо так натяни. Паля, 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 Паля. Спокой. И пузьми лапки. Ну, да, пузьми лапки. Нет, нельзя. Я перчатку на него измой. Так, не отойди. Паля, Паля, хорошая Паля. Смотри, что глухо не укусило. Пусть на брюшко ляжет. Маленькая. Тихо, 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 тихо. Я держу, аккуратненько. Не придушу. Успокойся. Не задавить бы ее только. Паля, Паля, подожди. Сделай схватку на шейке и держи. Смотри, она как когти-то выпустила. А когти-то большие у ней. Она защищается, ей больно. Бедная. А вот теперь держи. Главное, вот тут прижми. И на... Это где-то в холку, что ли? Нет, нет, нет. Вот где мы выстрегали. Она понимает. Она прекрасно понимает, чё. Умничка. Терпи теперь. Так. Оба укола нехорошие, болезненные. Придется тебе потерпеть. Так, смотри, чтобы в кость не попало. Нет. Тут чуть-чуть. Подожди. Хорошая. Господи, благослови. Тебе хватит. А что, не целиком выдавила? Нет. А сколько надо? Половинку. Доза-то человеческая. А ты чё сейчас я изогнала туда? Сосудорасширяющие сейчас полегче станет. А это антибиотик. Ей тоже одного миллилитра достаточно. Ну, то, что она у меня сидит рядом с голубями, там ещё это? Нет, не полегает. Ну всё, теперь нужно её отпустить и успокоить. Отпускать? Не совсем, но послабее сделай, чтобы она успокоилась. Держи, держи. Вот это забери. Нет, резать. Володя, подержи, только не отпускай её. Подержи просто так, гладь её. Паля, 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 Паля. Да, Паля, Паля хорошая. Паля хорошая наша кошка. Сейчас мы посмотрим. Так, всё рассказывай, что делать. Через 10 минут мы увидим, как подействует вот этот препарат. Через 10 минут посмотрим результат. Вот этот препарат уже начнёт действовать. А через 10 минут и снова тот дашь? Нет, укол я сейчас ставить не буду, но у неё должны уменьшиться зрачки. У нас кошка тут заболела, но нехорошая у неё болезнь-то была. Я сверху там у голубяти наступила, прямо на неё. И она когда родилась, у неё матка выпала. И мы ей сделали операции с этим, ну, всё перевязали. Ну, и можно было бы оставить. Я понёс её, рядом было ветеринарное тут отделение. Они сделали укол ей, что-то дали. Я принёс, она сразу сдохла. Ну, вот мы сейчас посмотрим. Не должна сдохнуть. Но если будет хуже, регулируем. Ну, ничего, слава богу. Вожью помощь ещё. Так, пить она будет по-любому. Может, кушать и не захочет? Она как будто бы ничего не видит. Да нет, она видит. Зрачки расширены, поэтому она не видит. Температура, по-моему, нет у неё. Ну, гной там пошёл, действительно. Но самое интересное, лимфоузлы не увеличены. У них, она обычно, кошки реагируют на это. Но сухой. Температуру мы, естественно, ей не померяем. Это невозможно. Она не даст она. Настолько уж она ручная. Паля, паля, паля. У нас такое неудобное было. Послал преподаватель. А ты кем хочешь быть-то? Конструктором-модельером. А? Конструктором-модельером. А по ветеринару ты же говорила пойдёшь? Мой брат пойдёт на ветеринара. Я не могу быть ветеринаром. А почему? Ну, потому что мне нет такого, что лечить прям. А ты помнишь, говорила там в лагере-то? Ну да, но уже время сколько прошло. Вообще желательно другого. В то же самое место. Как же так-то? Я так и думал, ты будешь... Да Ваня будет ветеринаром. Традиция Ваня будет. Так нет, ты и говорила. Ну, передумала уже. А что за... Чего хрустит? Не в счёт, да? Когда ты проколешь кожу, то выжишь круг. Я сейчас надежду шью, поэтому мне как-то в этом больше нравится. Когда у Ванечка придёт, мы поставим ещё. Ладно. Вот это, вот видишь... Может вы завтра сами поставите? Вот это мы поставим завтра. Сегодня этого больше не надо. А вот это надо сегодня. Так вот этим маленьким сколько в день давать? Это в день ей достаточно будет. Сколько? Два-три раза. Два-три раза. Да. А на ночь спит уже не трогать? Нет, не трогать. Так, а это на два раза? Это только утром, да. Один раз? Нет, будем ставить два раза. То есть мы поставим утром и в обед. И в обед. Да. На ночь его нельзя. Вот это... Воду добавить и пусть в воде лежит. То есть она пить-то она всё равно будет. А у нас чай со солодкой не помешает? Нет, не помешает. Ну хорошо. То есть добавляете прямо в поилочку, она же всё равно пить приходит. Ну где она там будет пить? Мы с солодкой тоже не будем давать. Чистую воду дадим. Зачем с солодкой? Ну почему не дать-то? У нас она запарена, а то есть с термоса брать. Воду давать тёплую? Ну пить она какую пьёт? Молочко. Она пьёт, которая стоит на холодном полу. Понятно. Она в молочко пьёт, в воду... Да нету молока у нас никакого. Ждём, Игоря, нету. Воду пьёт. Ну вот если воду пьёт, значит в воду. Если молочко пьёт, значит... Воду сколько раз в день надо напоить? Сколько будет, пока не заставляете. Но она не пьёт, допустим. Как-то насильно её... Ну если не пьёт, придётся насильно, конечно. А сколько раз это сделать за день? За день... С кошками давно работала. Ну по-моему миллилитров сто ей надо. Ну за день получается за раз. Это что? Ну столовой ложки две-три хватит. Ей больше не надо. Да. Две-три. Можете шприцом набирать ей в ротик вводить. А с чем их туда? Можно шприцом и в уголочек рта. Но она будет выплёвывать. Шприцом? А каким шприцом? А у нас же есть пустые. Возьмёте пустые, там у нас есть. О-о-о. Наберёте и в уголочек рта её так вставляете. Ну а не видите, выплёвывать будет. Она будет возмущаться. Но полегче нет. Успокоилась маленько. Она как будто ничего не видит с утра. Видишь, как у меня... Не реагирует никак. И глаза сделали как чужая. На минингик похоже. Надо понаглядать, посмотреть. Сразу бы увидеть её, не видели. Вот при минингрите вам подкрепорацию. Володя, переспроси, что ещё не ясно. Ну, укол вот этот надо будет поставить. Надо укол ставить будет. Вот этот. Ну, поставим. Маленький. А этот на утро. Ты будешь держать, а я буду ставить. Так, Андреевна. Да. Возьми обратно. Так, за аппаратуру сколько мы должны дальше-то? 100 рублей хватит. А он стоит-то препараты. В районе 30 рублей. Самые дешёвые препараты. Ну... Они дешёвые, видишь? Так. И вот этот тоже в молоко, в воду. Про аппараты не говорили, что я вот ещё дам 100. Она пьёт. На. Держи, положи. Мамке отдашь. Спасибо, Христос. У нас сильно-то ещё нет тоже. Оно тоже безвкусное. Абсолютно безвкусное. Не, ну это у нас нету. У нас только вода. Ну, знали, сказали бы, молока бы и принесли бы. Молока надо. Ну, молока нету. Может, послать ребёнка, пусть принесёт. Молока нету. А городской, которую брать, там не молоко, а порошок какой-то. Его собаки-то не пьют. Ну, да. Надежда Васильевна спросить, если... Вот, в общем, понял? В день вот этих 2-3 таблеточки можно. И вот эти 2 таблетки. Ну, она же воду-то сразу всё не выпивает. Пусть стоит. Ничего не станет. Нет, я имею в виду, если там таблетка, значит, там остаётся мне в воде-то вот эта. Конечно, она в воде останется. Она не спорчится. Не спорчивает? Нет, не спорчивает. Но, смотри, например, утром свеженькой водички налил, бросил, бросил. По одной, да? Да. Она попила, в следующий раз ты наводишь, эту водичку вылежь, помоешь и снова наводишь. Даже если там остался препарат. Ну, всё понял. Вот. Это что, глистин? Да. Улучшение мозгового кровообращения. Да, мам, сейчас. Слушай, меньше стало. Ну, ещё. Вот этот у вас в холодное место положить. Мы вам оставляем все шприцы. Ну, шприц один. Зачем много-то? Ещё около стоит. Вот. Оставляем антибиотики. Вы всех в них не потратите. Так что, за них, наверное, и денег не надо, потому что мы то, что останется, заберём. Нам пригодится ещё лечить кого-нибудь. Ну, как это внезапно-то случилось. Ну, а теперь вариант второй, что где-то она и головой ударилась. Тогда что? Я подозреваю, что произошло там нагноение, и гной пошёл на мозговые оболочки. Подтвердить не могу, потому что температуры вроде как нету. Нету, я чувствую. Она не горячая. Температуру измерить мы не можем. Гентамицин, которым мы антибиотик поставили, он проходит до мозговых оболочек. То есть он, как антибиотик, убьёт инфекцию. Вот это второй антибиотик. Он закрепит результат. Вот это я не знаю, что там. Таблетки. Тоже таблетки. Их бросать, они растворяются в воде. Кошки их пьют. Ну, она не пьёт, так что тогда. Только накачивать её. Она недавно подходила, пила воду. Ну, так это та кошка старая пьёт. А то и ничего не будет. А то и будет. Будет, да. А то и будет. Это и надо, а то это не надо. Ну, вот о чём и речь. То есть перед тем, как её поить, иначе её разводить отдельно. Значит, старую додержать под полом, а воду прятать от неё. И другую наливать ей. Другую наливать. Напоили наливать. Ну, сколько вопросов возникло-то. С одной кошонкой и столько... Что? О, смотрите. Паля-паля-паля. Да замечательная такая кошечка. Ну, умная такая. О, не 17, а 7. Мозрачки не уменьшились. 7 минут прошло. Не уменьшились. Давай до завтра глядим. Сейчас я покажу им там, что у нас есть. Смотри. Какое сокровище. Смотри. Ну, а мне как это не поможет. Посмотри, что у нас тут есть-то. Настя. Ага. Ой-те-какой. Ты смотри, это ребёнок-голубёнок. Ну, вот вывёлся прям, до того быстро растёт. Притом я здесь держу дикарей. Там больные голубей садил, породистые, они могут заболеть. А этим им ещё не доспевается. И галану бы только вырос, и уже сейчас опять любой вон вещи делает с ним. И уже на новое гнездо садится. Да, на это ещё памперсы не сняли, а уже снова в роддом отправлять. Погладкий будет. Ну, да хорошенький такой. Погладкий полегчал. Ну-ка. Стеснительная. В общем, вот этот препарат на утро, а этот вечером. Утром придём, ещё пересун и поставим. Постараемся приехать пораньше, поставить куклу. Так, Енафа, твоё забирай. Так, Володя, сейчас можно отпустить её? Можно отпустить. Потихонечку отпусти, чтобы посмотреть, как она будет. Паля-паля. Не пускай далёко тут, а никуда. Вот она под стул залезла. Там, посмотри её. Вот она где. Паля-паля. А этот чё? Я думал, он не справился. Для обработки рад. Леня туда пытается залезть. Не надо туда сейчас. Это чисто укол обрабатывать и место, где куришь. Она тебя не поцарапала? Ничего? Нет. Она Игнатик, значит, тебя тоже поцарапала. А я-то чё? Я-то не страшно. Я-то не страшно. Да поцарапала тоже. Ну. Так. Покорябала? В прохладное место пусть на подоконник положи. Молодик, себе, наверное, там где-то положи рядом. В прохладное место сказали. В прохладное? Да. Ну, где-то когда здесь. Типа подоконника. Да подоконник у нас и так тут. Может, он туда? За столом туда? Ну, за столом. Ну, не опускай никуда только там подоконник, то не соберёшь. Она, видишь, как бьётся, залезте туда. Глядите, как яростно забивается. В погреб залезте. а я нельзя погреб пускать не надо нельзя поля нельзя она хорошо открывает умеет но тут еще не получится у нее все тогда на этом сегодня 24 февраля 18 года суббота под кошка уже и третий день как заболела ниоткуда чего такая пакос за хвостом крутится что-то с головой сделалась ударилась с высоты прыгнула перевернулась или клещи в ушах вчера уколы ставили приходил сегодня утром пришли он наши идут маргарита идет он маргарита идет лишь на все видать давай доставай вот справа здесь сказали на окне чтоб холодно было вот выводе на окно там все поставил чтобы еще тут не прокисло давай ну вот здесь вот тут все на это лежало сегодня воскресный день но несмотря на это кошечка нуждаются в лечении так а где она кошка то она забилась ее там не видать она спряталась еще там забилась а ну-ка вылазь оттуда ты сейчас как ты все дашь держи крепко шар на тебя не выскочила ты что-то слабо держишь вчера рванул окошко и ушла из рук вот она сидит я сейчас оттуда и высвечу у меня есть фонарик вот она сидит а там внизу голуби мне радостно что сказали что не от голубей это и клеща уже нету нету а может и не было больше всего похоже на удар так а это Оказывается, они вчера забрали все отсюда. Все забрали? Ну вот это то, что стекло было, вот это все. А, ну это хорошо. А то искали стекло под ногами, боялись, что отломано. Все, давай. Ватную палочку надо. Нет? Давайте мы сейчас поставим только уколы, а после занятий пойдем и уши почистим. Палочки вон там внутри. Ладно, потом она сказала, после занятий. Так, бери. Ну ты, чтобы не выпустить, ты что стоишь? Посторонний что ли? Нет, реакция лучше, вы мне говорите. Снимай ее сюда и крепко держи. А ты ноги ее держи, а он там голову. Только крепко держи, только не поломать руки, ноги убирай. Делаешь вот так. Вот так делаешь. Видишь, как держит она ее? Здесь делаешь складку. Прижимаешь и одновременно прижимаешь лопатку. Там ноги, чтобы она не укусила. Передние ноги держи или как. Смотри, чтобы не укусила. Паля, паля, паля. Так, уже долго не ходите зря. Показывай, с какой? С правой стороны. Ты держишь лапки. Смотри, только ноги не переломайте. Володя, держи. Володя, держи шкирку. А ты руки от головы убери у нее. Руки убери, убери. Все, держи, 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 держи. Правильно, Паля, правильно. Держись. Так, чуть-чуть отодвинься. Паля, Паля, Паля. Вот так. Паля, Паля, Паля. Ну ты держи где-то тоже лапы там или как. Володя, не отпускай ни под каким видом. Котенок всего только. Как будто бы тигры держат. Паля, успокойся. Сзади бутылек туда не суйся и на па. Сиди ровно. Паля, Паля, потом сразу туда на место ее. Смотри, она туда встает. Тихо, моя лапочка. Все, все, все. Держи крепко. Так, еще что-то надо делать, нет? Да, еще один укол. Так, подожди. Держи. Володя перехвати. Все, перехватили? Чуть-чуть быстрее. Держи скорее. Смотри, чтобы лапа она тебе не вытурнула. Да, тихо. Прижми лапу твоей. Паленька, Паля, Паля, Паля. Мур-мур-мур. Сейчас тебе дадут, сейчас тебе я, моя радость дадут. Все, моя хорошая. Так, все, поднимай ее туда сразу на место. Так, все, сади ее за место. Все, бутылек не опрокинь свой. Все, все, забираю. Тащи на место, закрывай сразу. Настя, спаси Христос. Ну, реакция у него лучше стала, Игорь Тихонович. Реакция лучше стала. Вчера она вот так вот сделала. Ты считаешь получше? Получше. Есть такой фильм, я легенда, как там эти манкурты делались. Ну, выпустили вирус. Да, помню, помню. Вот так, перекрестите, благослови Господи ее. Знаю, терпимая радость. Вот она, хорошенькая такая. Андрей-то знает, что вы ко мне приходите? Знает, знает. А? Что он говорит? Ничего не сказал. Ничего не сказал? Слава Богу. Ну, ладно, во славу Божию. Муж глухонемой Андрей, хороший мастер. Все, уходим. Иначе мы опоздаем. Смотри, куда и ложат. Что дальше делать-то? Скажи, когда? После занятий подойдем, еще укол сделаем. Ну ладно. После занятий. После службы пройдет. Потом у нас будет собрание, а потом занятия. И ушко почистим. Ну все, не торопитесь. Тут и пообедайте. Все, во славу Божию. Поехали. Продолжение следует...